На портал Экзегет поступают вопросы, и вот один из них – нужно ли родителям каяться в грехах своих детей. Что такое покаяние? Покаяние – это метанои, изменение ума. Человек, который произносит на исповеди свой грех, который кается в своем грехе, он как бы свидетельствует, что его отношение к этому греху в его жизни изменилось. То есть он готов измениться, он готов преобразиться, он готов с ним бороться и так далее. Мы не рассматриваем сейчас последствия, в общем-то, этой декларации, готов он и сделает, но покаяние – это метанои, изменение отношения, изменение ума. Когда мы каемся за другого человека, то, естественно, метанои, изменение ума у того человека, за кого мы хотим покаяться, признаться в его грехах, а это уже, по крайней мере, неприлично, другого человека обвинять в каких-либо проступках и грехах, даже пусть это будет и на исповеди, перед тем священником, который ко всему уже привык, и ничем вы его не удивите, никакими, в общем-то, грехами, какие можно только совершить, то смысл этого покаяния совершенно растворяется. Покаяние – это не механическое какое-либо событие в жизни человека, это не просто магический какой-то акт, это изменение, моё личное изменение отношения к этому греху. И вообще очень часто мы подходим к таинствам церкви, как, в общем-то, к чему-то такому рыночному – «ты мне, я тебе». Эти взаимоотношения, они на самом деле очень плохие. Нам кажется, что вот если мы сейчас своих детей или своих родителей притащим в храм, и вот они ради нас что-либо делают, совершат и так далее, и будет им тогда, в общем-то, счастье. Будет счастье только тогда, когда их притащили в храм, они сами в это включились, они сами что-то вдруг почувствовали, они сами изменились. А это мы с вами узнать, в общем-то, не можем. И никогда, в общем-то, не сможем. Мы сможем, скажем так, увидеть, что другой человек может из-за нас страдать. Он даже сам этого не может подозревать, может из-за нас страдать, и этими страданиями приносить нам благо, нам изменения, хотя мы этого тоже, в общем-то, не осознаём. Каждый, который сейчас смотрит этот ролик, может сказать, что его молитва, естественно, тот, кто молится, его молитва всегда была горяча тогда, когда были какие-то критические обстоятельства в жизни. Он летел на самолёте, попал в турбулентность, молитва прекрасная. Или ближний человек находится в крайне тяжёлом состоянии, болезненном или греховном, или ещё каком-либо. И он, то есть вот этот человек, не который находится, а мы с вами, молится за этого человека очень горячо, слёзно, на коленях, сердце разрывается, хочется прям крикнуть, «Господь, да лучше я, чем он!» Это особенно у матерей за своих чад, когда они чем-либо болеют. Но мы иногда даже не представляем, что вот эти страдания, они, в общем-то, направлены на наши с вами изменения. Кто-либо из нас когда-нибудь задумывался или когда-либо благодарил другого человека, который бы страдает, мы за него молимся, и вдруг мы… «Господи, так он же страдает из-за меня!» В нашем приходе был очень удивительный случай. Одна наша прихожанка, когда я служил ещё на предыдущем приходе, каждый день приходила и причащалась. У неё была трагедия, трагедия, в общем-то, такая, которую многие постигли. Её сын пил. У многих кто-то пьёт, кто-то наркоман, кто-то играет в игры и так далее. И вот любимая чада пребывала в таком, в общем, очень плачевном состоянии. И она всегда за это переживала, она горячо молилась. Её, в общем-то, колени, наверное, никогда не заживали от поклонов и молитв. Она сама причалась. Но в какой-то момент сын бросил пить. Бросил пить. И, конечно, мы можем представить, что счастья для этой женщины не было конца. Они купили участочек в Подмосковье, построили небольшую дачку какую-то там щитовую, очень такую замечательную. Но в храме она стала появляться всё реже и реже. То каждый день перед работой приходила, постилась, молилась и так далее. А то вдруг всё реже и реже. Раньше каждый день, сейчас раза два в неделю. А потом вообще раз в месяц. А потом вообще пропала. И вот когда мы с ней встретились после того, как она пропала, совершенно случайно на улице она шла, в общем-то, на работу. Я говорю, как дела? Как поживаешь? Ну, вот у нас там дачка, вот у нас там морковку, смородину, яблочки и так далее. Как сын? Не пьёт, всё прекрасно, всё хорошо. Но ты же Бога забыла. Да, Бог мне даровал всё, что я у него просил, и всё. И, конечно, здесь, как вы сами понимаете, трагедия настала очень быстро. После того, как она разучилась ходить в храм, после того, как она разучилась молиться, после того, как она разучилась плакать на молитве, сын, естественно, опять запил. Запил, она опять пришла в храм и сказала совершенно удивительные слова. Батюшка говорит, я поняла. Он страдает алкоголизмом из-за меня, чтобы я была верующим человеком. Меня по-другому в храм не привезти, меня по-другому в храме не удержать. А юность была буйная у этой женщины. Юность была очень такая насыщенная, с многими проблемами, с абортами и так далее. И как только она это поняла, потихонечку стала восстанавливаться её внешняя, ну и, конечно, внутренняя духовная жизнь. Она опять стала приходить, уже, правда, не каждый день причащаться, но всё равно это было часто, исповедоваться. Причём исповеди обычно таких людей очень длинные, потому что они внимательно подходят к своей греховной жизни. Но последствия были тоже очень интересные. Как только она восстановила эту духовную жизнь, то, в общем-то, и сын перестал пить. Не совсем. Были, конечно, приступы, но уже не такие, как это, в общем-то, было раньше, с психиатрическими больницами, с всякими наркодиспансерами и так далее, там подобное. Сын, в общем-то, перестал пить, наверное, вот редко для того, чтобы она как бы всегда вспоминала об этом состоянии. Правда, надо констатировать, что дачу они забросили. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok